У каждого живущего на этой земле есть увлечение. Кто-то собирает цветы, кто-то занимает марки, кто-то собирает деньги и кто-то живет своим глубоким внутренним интересом. Вы для всех абсолютно являетесь загадкой. Загадкой потому, что сегодня, наверное, на постсоветском пространстве и, наверное, в мире нет людей, которые так бы отдавались, так бы любили и так бы воспринимали свое место в Киокошине. Объясните, откуда, почему у вас это? Первое, одни собирают цветы, другие занимаются с девочек, третьи собирают деньги. Но некоторые вообще их не оставляют, чтобы собирали что-то. Вопрос очень сложный. Глубок и философски сложный. А въпрос Амиря Киокошина, на сегодняшний день много федераций, много мест. Въпрос, еще раз, въпрос, почему е съединение, а не съединение. Может быть, как другие мастера говорили, ега, другие говорили деньги. Наша теория, что Сосай сделал слишком много мастеров, которые просто одни нашли свой путь, другие ломали. Мы помогаем в этот процесс, чтобы как минимум развивал себя високо технически и надеемся, что он будет развиваться более глубоко. Чтобы положительная энергия и светлые мисли были в основе каждого человека. Лично для нас Нали Киокошин – это очень глубокая основа и в воспитании на маленького ребенка, и на подростки, и на старший уже по возрасту и по духу. Для меня это самая большая школа. То есть, не большая, не то слово. Самая глубокая школа, которая тебе может помогать или помогать и поможет потом. Второй вопрос, который меня чрезвычайно волнует – почему такой масштаб? Я видел, был на многих школах. Я был на летней, зимней школах, я был в Японии, я был в России, я был в Бразилии, я был в Америке. Но я никогда не видел такой масштаб школы. Почему вы решили именно таким объемом? Это давно, значит, это не первый год, нет, не второй. Это первое, это была традиция. В советские времена Варна была один из ведущих центров каратики Киокошин в Восточной Европе и под советское пространство. И это была традиция еще от 1978 году здесь, потому что тогда и трудно было ехать за рубежом и так далее, что Варна, особенно летней, начинала проводить эти сборы в 1978 году. И тогда, с очень большие усилия специально на руководство и создатели Българского Киокошина, Константин Божилов и другие серьезные СНСЕВ уже, и Шиханов. Я думаю, что ведущие тогда Шиханов Мире, как и Люк Халандера, как и Колинс, и Анджи Древник, здесь от самого начала проводили, еще раз могу сказать, достаточно серьезные и широкие популярные сборы. Где тоже был турнир, и могу сказать, что эти сборы, которые проводили в Варне, они были, я думаю, что были в основе на развитие, особенно в Восточной Европе. На Киокошин в Восточной Европе. Потому что, сами знаете, на сегодняшний день Восточная Европа, как съвкупности, Киокошин на самый высокий уровень. И то не е одна страна, не е одна школа. И я думаю, что эти сборы, в которые начинали именно в Варне, в 78-м году, они показали на много мастеров, Сенпаяв, Сенсеев, Шиханов, Пут. В большая часть положительный. Поэтому мы и 12 лет назад вернули эта традиция. Каждый год здесь получается, чтобы они решили свой взгляд в технике Киокошина и более глубоко смотрели не только в спортивная часть, но и в философская часть. Вы сказали сейчас о вопросе философии. Мы с вами как-то коснулись. И если можно, твоими словами определите ту тему и ту проблему, которую мы с вами коснулись. Что такое страх? И можно ли вот путем занятий, в частности, Киокошин карате, можно ли путем того, что ты занимаешься просто жестким спортом, избавиться от этой гадости? Страх, чтобы избавиться от страха, надо постоянно и глубоко, не точно слово, тренироваться за это. То есть инстинктов. Надо просто обрабатывать инстинктов, чтобы у тебя внутренние инстинкты были достаточно глубокие. Это тоже инстинкт, например, подготовиться, ехать на велосипеде или на машине или на плава. Да, значит, каждая капка, мелоч по мелоч, мелоч по мелоч, потому что это уже все страх. Для меня борьба с страхом или утверждение психики и силного человека, потому что первое, бороться с страхом. Не надо быть сильным. Перспектива, дальнейшее, что будет с Варной, что будет с этим лагерем? Как вы собираетесь развивать дальше это? Последнее, когда мы собрались и основали КВУ, основная федерация, это лагер, это неотменимая часть от всего процесса. И поэтому от каждой федерации здесь самые большие мастера. А направление, значит, как бы на КВУ будет развиваться, я думаю, что я с несколька шагов, которые КВУ надо сделать. Первое, основное, которое оно сделало, разница, которое оно сделало на турнирах. Это именно что весело и категории. Это дает большая широкая перспектива на очень много бойцов, потому что 70, 80, 90, плюс 90, да, но скилкшен занимается еще, наверное, миллионов человек, которые у них другая весела и категория. И которым, к тому же, еще очень трудно порой вес гнать и подстраиваться под что-то. Думаю, что это, че КВУ дает более глубокая права, права, именно права, вайстопад утверждаться на основная часть от любители и бойцы КВУ. Другое, которое я думал, что скоро будет, это именно професиональная лига, в которой бойцы КВУ как цела могли развиваться, доказаться и утверждат нашу авторитет на мировой боевой сцене. Но это очень скоро будет объявлена как события и как это процесс будет.